Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресенье, 23 июля, и сегодня Церковь предлагает нам для нашего назидания и к нашему рассмотрению отрывок из послания апостола Павла к общине в Риме, это послание апостола Павла к римлянам, и отрывок этот, 15 глава, с 1 по 7 стих. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «Злословия злословящих тебя пали на меня». А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. «Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Дорогие братья и сестры, апостол Павел рассуждает в этом послании о том, что каждый обладает неким даром. И он говорит о том, что есть сильные христиане, которые, например, ходили и вкушали идоложертвенное, понимая, что Христос своей жертвой уже очистил все, и эта жертва уже не оскверняет человека, это идоложертвенное. Но были слабые христиане, которые смущались тем, что люди ходят и вкушают идоложертвенную пищу с язычниками. И он говорит о том, что сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. То есть, скорее всего, были такие люди, которые ходили на эти трапезы к язычникам демонстративно, демонстративно провоцируя слабых на осуждение, показывая тем самым, что они так принимают и понимают жертву Иисуса Христа. И он говорит о том, что ибо Христос, он приводит пример Христа, который не себе угождал, а, как написано, и он цитирует дословно практически 68-й псалом, 10-й стих. «Злословие злословящих тебя пали на меня». То есть Господь Иисус Христос угождает не себе, не своим прихотям, которых у него и не могло быть, но служит полностью людям. Так и здесь христиане сильные должны угождать не себе, а служить людям и понимать, что нужно, конечно же, ради неискушения, как апостол Павел в другом месте говорит, что если я искушаю брата своего, то не буду вовек есть мясо. И нужно именно с таким подходом жить в общине и общаться со своими братьями христианами. И также в пятом стихе апостол Павел говорит, что Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа и Иисуса. И здесь очень важна та вещь, что Господь, во-первых, Господь говорит в Евангелии от Матфея, 18 главе, 19 стихе, следующие слова. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». То есть, если двое в согласии будут просить Господа, то, конечно же, дарует им, что не попросит Отец Небесный, говорит Иисус Христос. И поэтому апостол Павел призывает, конечно же, быть всем нам, христианам, в единомыслии между собою по учению, по словам Иисуса Христа прежде всего. Но здесь еще важна та вещь, что апостол Павел добавляет слова по учению Иисуса Христа, потому что в нашей жизни, как тогда, так и сейчас мы встречаемся с тем фактом, что люди сотворяют зло, будучи единомысленны. То есть апостол Павел говорит о том, что, конечно же, нужно быть в единомыслии, пребывая в евангельской благой вести и пребывая в знании Иисуса Христа. То есть, чтобы христиане не творили зло единомысленно, а пребывали в учении Иисуса Христа, то есть в Евангелии, в заповедях Иисуса Христа, дабы, чтобы христиане единодушно и одинаково прославляли Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Таким образом, мы видим, что каждый обладает неким духом, неким даром, и каждый должен служить церкви этим духом, этим даром и различными своими дарованиями прославлять Господа и жить в церкви. И, конечно же, единство церкви заключается в ее многообразии. Как гласит известная пословица, принадлежащая, если я не ошибаюсь, блаженному Августину, говорит о том, что в главном должно быть единство, во второстепенном свобода и во всем любовь. Конечно же, мы должны понимать, что все мы наделены разными дарами, и мы не должны с осуждением относиться, кому бы то ни было, кому бы то ни было в церкви, и мы не должны пытаться привести людей в единство, тотальное единство с моим образом восприятия того, каким должен быть христианин. потому что, как сказано вначале, кто-то осуждает, кто-то осуждает и осуждает братьев своих, а кто-то, наоборот, хочет, чтобы все были точно таким же, как он, чтобы вся церковь была одним неким клоном, чтобы все были друг на друга похожи. Но апостол Павел, конечно же, не хочет этого. Он хочет, чтобы мы жили в единомыслии между собой, то есть у нас было единомыслие, то есть в главном у нас было единство. А во второстепенном, конечно же, должна быть свобода. И в этой свободе мы должны единомысленно, единодушно, едиными устами славить Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому, дорогие братья и сестры, будем молиться, помня о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Господу. А когда мы читаем Священное Писание, Господь с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...